И говорит Павел, я больше ни у кого не вижу из апостола, Павел только говорит. Первое фессалоникийцам, вот там я вижу, еще во втором фессалоникийцам, сказано, что не спешите колебаться умом, что приходит День Крестов. Я хочу вам сказать о нашем собрании к Нему, о нашем собрании к Нему, это упоминание восхищения Церкви. Не спешите колебаться умом, будто бы приходит вот этот День Крестов. Это День, когда мы воскреснем, и Бог заберет Церковь с земли. На встречу, Он выйдет на встречу. То есть Он сойдет с небес, Его ноги не опустятся в этот День на горе Ильонского, как сказано в книге Закаре. Он, не знаю, зависит Он, как бы сказано, увидит Забейный Сын Человеческого на небе. Вот на встречу Нему мы туда пролетим. И встречавшись с Ним в воздухе, мы уйдем на небо. После этого начнется гнев. Вот о гневе можете не беспокоиться. Поэтому нужно разделять скорби Церкви, великую скорбь для Церкви и великую скорбь для мира. Это два разные понятия. То есть скорбь для мира, который описан в книге Откровений в виде судов труб и чаш, семь труб, семь чаш, книги Откровений, это описано в то время, когда нас здесь на земле не будет. Это точно. То есть на гнев вы не попадете. Хотя я знаю таких проповедениях, которые настолько жестко уже верят в трудности, что готовы терпеть и гнев. И гонение, и гнев, короче, Господь все выдержал. Ну подождите, ладно, молодцы, как что вы готовы, но как бы у Бога другой принцип. Принцип Авраам, я так его называю, это и я его так называю. Авраам говорит, вот если найдется хотя бы десять праведников, ты уничтожишь, может ли судья всей земли поступить неправосудие? Будет ли с нечестивым то же, что и с праведником? Вот из ответа Бога ясно, нет, не будет. С нечестивым тоже не будет. А что будет? Вот погонь сойдет. Сказано, как было в одни лота, так будет в день, когда Сын Человеческий явится. Когда огонь серый огненный сошел и погубил жителей Содома и Гамора, так будет тот же день, когда Сын Человеческий явится. Мы видим, это первая, вторая, третья труба. Падение небесного тела, какая-то гора упала в море. Сказано, сделалась огонь, и вся трава зеленая сгорела. Вот, суд огня сказано, что первый мир был потоплен водой, а второй мир сберегается огню. На день суда, оно сберегается для огня, чтобы огонь его съел. На день суда погибли нечестивых людей. Не к нашей погибели. То есть восхищение, я вижу, одна из задач восхищения взять нас перед носом у вот этого гнева, который изольется. А изольется он через какое время после восхищения? Иисус говорит, так будет в тот же день, когда Сын Человеческий явится. Как Ной вошел в ковчег, как Лот вышел из садов, то есть праведник уходит в место укрытия. Ной входит в ковчег, Лот выходит из садов. Он говорит, так же и будет. То есть праведники войдут в место укрытия. А они выйдут из места опасности и войдут в место укрытия. Об этом мы читаем офисно-никитцам. Восхищены будем навстречу Господу. Но вначале мы воскреснем. Вот мы определили, что с гневом там все нормально. На гнев вы не попадаете. И гнев будет по какой причине? Гнев будет по причине мести. Скажите, вам надо мстить? Не мстите, мне отмещение я вас дам, да? Мы не должны мстить. Мы должны прощать. Но означает ли это, что Бог не должен мстить? То, что мы должны мстить, означает, что вместо нас Бог будет мстить. Сказано, Бог, желая явить гнев, с великим благотерпением щадит сосуды гнева, да? Сказано, он щадит их пока, чтобы они спаслись. Он сказал, желая явить гнев. Сказано в послании Петра. Желая явить гнев. Или не Петра? Я уже забыл, что мы это поставим, может быть, не напомните. Желая явить гнев. Может быть, это Павел сказал в одном из посланий. Лично идешь? Желая явить гнев. Где это сказано? Смельяя. Смельяя.